МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев, уделяя особое внимание модернизации судебной системы в современных условиях, поставил задачу о необходимости содействия мирному регулированию спора. Проведение системной разъяснительной работы с гражданами, направленной на расширение действия примирительных процедур. Какая в этом направлении ведется работа в вашем суде? Скажите, пожалуйста. Ну, нужно сказать, что с 2017 года введена в пилотном проекте обязательная досудебная медиация. То есть при поступлении искового заявления в суд сторонам направляется извещение, где предлагается заключить в течение пяти дней медиативное соглашение, обратиться к профессиональному или непрофессиональному медиатору на месте и, соответственно, представить в суд медиативное готовое соглашение. Учитывая, что стороны могут заключить досудебную медиацию, то в этом случае суд прекращает дело производства медиативным соглашением. Если же стороны не придут к медиативному соглашению в досудебном порядке, то при рассмотрении дела в суде на любой стадии судебного процесса до удаления в совещательную комнату стороны могут заключить медиативное соглашение. Или же, если у сторон будут адвокаты, представители, то в этом случае могут заключить партипативное соглашение. Кроме этого, нами ведется большая, очень разъяснительная работа. Мы работаем и выступаем перед родительской общественностью, перед педагогами, классными руководителями, перед школьной аудиторией. Мы заключили меморандум с неправительственными организациями, с ассамблеей народов Казахстана, где также могут быть непрофессиональные медиаторы, которые могут помочь на месте или в своих общинах, этнокультурах, разрешить те спорные конфликты, которые возникли на месте. Айсула Мерсериковна, скажите, пожалуйста, а можно ли разрешить конфликт, который произошел между детьми в стенах школы, не доводя его до суда? Конечно. Это одна из разновидностей медиации, как школьная медиация, которую мы сейчас активно развиваем и активно рассказываем об этом, как в детской среде, то есть среди школьников, так и педагогам, классным руководителям. Смысл школьной медиации в том, чтобы данный спор или конфликт не выходил за рамки школы. И самое главное, вовремя пригласить медиатора, или это будет непрофессиональный медиатор, который есть на месте практически сейчас везде, даже в любом ауле, в районном центре, или пригласить медиатора, или же это может быть психолог, который пройдет курс обучения медиаторам, и разрешить этот спор здесь и сейчас. Поскольку, как у нас бывает, к сожалению, в настоящее время дети между собой поссорились, поругались, порвали друг другу куртки, скажем так, или нечаянно толкнули, дети уже между собой помирились, а родители продолжают между собой судиться, обращаются в суды, взыскивают суммы морального, материального ущерба, что, конечно же, приводит к такому негативным последствиям, прежде всего, и в школьной среде, и между детьми, и также между родителями. Необходимо научить детей культуре разрешения конфликтов в любой ситуации. Ведь сейчас дети, находясь в общественном месте, на улице, в автобусе, что они наблюдают? Они видят, что кондуктор может нагрубить взрослому человеку. Они видят, как водители между собой, которые не уступили друг другу место, выходят и начинают, значит, какую-то потасовку. Когда звучит нецензурная брань в отношении, значит, посторонних людей в общественном месте, это, конечно же, дает негативный пример детям, которые находятся рядом с нами. Поэтому наша задача научить детей культуре разрешения споров. И только тогда, в этом случае, мы, прежде всего, наверное, суды останемся без работы. Нами внесено предложение в Министерство образования о том, чтобы были введены часы культуры конфликтологии. То есть, как правильно разрешать споры именно детям в школьной среде. В последние годы из средств массовой информации мы узнаем об увеличении количества уголовных правонарушений сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних. Какая у нас статистика? Ну, нужно сказать, что действительно, по республике, к сожалению, из года в год такого характера уголовных правонарушений становится все больше. Но по нашему региону, значит, в 2016 году было всего два уголовных дела, которые поступило в суд. В 2017 году шесть уголовных дел поступило, рассматривалось судом. А в этом году, вот на сегодняшний день, за первое полугодие поступило одно такое уголовное дело. Как защищаются права несовершеннолетних потерпевших при рассмотрении таких уголовных дел в суде? Нужно сказать, что в связи с введением нового уголовного кодекса введен такой институт, как депонирование показаний несовершеннолетних. И это в досудебном порядке, когда проводится досудебное расследование, следователем с участием психолога, проводится беседа с несовершеннолетним и следственным последующим судьей, пояснение несовершеннолетнего, которые депонируются, записываются, и в последующем уже прилагаются к уголовному делу, который направляется в суд. В соответствии, в уголовном процессе уже несовершеннолетний потерпевший не участвует, и заслушиваются только те показания, которые были задепонированы. Но я хочу сказать, что возникают вопросы, когда показания и какие-то уточнения показаний несовершеннолетних, потерпевших, необходимы все-таки. В этом случае в нашем суде по делам несовершеннолетних оборудована комната психолога, где имеется видеокамера, и ребенок в присутствии психолога дает какие-то пояснения, которые выводятся на экран судебного зала большого, где все участники процесса могут слышать о том, что у ребенка, говорить и задавать свои вопросы. Я считаю, что это правильно, поскольку для ребенка, конечно, это стресс. Во-первых, вспоминать те события, которые произошли, видеть человека, который совершил в отношении него насилие. Поэтому для ребенка, конечно же, нужно создать максимальные те условия такие, для того, чтобы он не чувствовал вот этот страх, для того, чтобы он мог свободно рассказать о своей вот этой вот ситуации именно в комнате психолога с участием специалиста, который будет задавать правильные вопросы в игровой форме, не причиняя ребенку вреда. Айсломер Серегина, вот несовершеннолетние дети попадают в специализированные детские учреждения, то есть спецшколы. Много ли в вашей практике таких историй? Ну, нужно сказать, что если брать 2016, 2017, 2018 годы по статистике, то если в 2016 году у нас было направлено, таких дел поступило около 20 и 10 детей мы направили в спецшколу, то в прошлом году, в 2017 году поступило около 18 дел, 7 детей мы направили в спецшколу. В этом году из четырех поступивших дел, значит, мы направили двоих детей в спецшколу. То есть я хочу сказать, вот вы видите, сколько поступило дел и рассмотрено с направлением намного меньше. То есть к каждому индивидуальному делу мы подходим очень тщательно, очень щепетильно. Выясняется, в каких условиях воспитывался ребенок, почему совершаются ими правонарушения, что способствовало эту, какое окружение у ребенка, какие отношения у ребенка были в школе с родителями, с педагогами и так далее. Поэтому в связи с этим, конечно же, проводится очень большая работа. Назначается социально-психологическое исследование, где ребенка исследуют полностью его диагностику семьи, отношения с родителями, отношения в классе. И выявляют причины, почему ребенок пошел или на совершение правонарушения, или же не ночует дома, убегает, или почему отказывается посещать школу, получать обязательное среднее образование. И только когда суд приходит уже к твердому убеждению в том, что да, здесь виноват ребенок и его окружение, тогда как при том, что родители, школа делают все возможное для того, чтобы ребенка заинтересовать, чтобы его задействовать и так далее, только в этом случае, в исключительных случаях, суд выносит решение о направлении детей в спецшколу. И я хочу сказать, что мы показываем ролик, у нас очень хорошая связь со спецшколой Тараза, и мы показываем ролик, в каких условиях дети там находятся. Мы показываем ролик и говорим о том, что это не тюрьма, как некоторые объясняют детям и пугают их, что мы вас направим в тюрьму и так далее. Нет ничего подобного. Это с очень хорошими условиями школа, с прекрасными специалистами. Там, где дети получают полностью обучение, занимаются другими внеклассными общественными работами и, соответственно, работают с ними постоянно психологи. Оттуда дети возвращаются уже с абсолютно другим мировоззрением, с другими мыслями, с правильно расставленными приоритетами. Спасибо, Исула Мерсериковна. Вы рассказали нам много интересного. Думаю, что телезрители сегодня получили полезную и значимую информацию. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин